Открытие нового здания после капитального ремонта всегда праздник для жителей района, будь то медицинское, образовательное или спортивное учреждение. На прошлой неделе глава района открыл новое спортивное сооружение для юных славянцев – зал борьбы в станице Петровской, а также дополнительные группы в детских садах – хутора Ханьков Анастасиевского сельского поселения и станицы Черноярковской. С подробностями наши корреспонденты. 25 марта – день, который особенно запомнится жителям хутора Ханьков, станицы Черноярковской и Петровской. Новую группу в детском саду номер 51 хутора Ханьков открыл глава славянского района Роман Синеговский. Вместе с председателем совета муниципального образования Григорием Литовкой, а также с новоиспеченной воспитанницей детского сада номер 51, была торжественно перерезана лента и светлые отремонтированные помещения доп.групп приняли первых воспитанников. А дошколята из старших групп подготовили для почетных гостей праздничный концерт и встретили главу района по кубанскому обычаю – хлебом с солью. В новую группу детсада номер 51 пришли 20 детей. Это большое событие для Ханькова, отметил глава района, выполняя задачу губернатора Кубани Александра Ткачева – предоставить место в детском саду всем нуждающимся. За 2013 год в нашем районе удалось ввести 535 дополнительных мест. Для сравнения, в 2012 году было только 80. Сегодня очередь в детский сад в Славянском районе значительно сократилась. Я считаю, что вот эти 20 мест, которые сегодня будут в вашем садике – это, конечно, большая радость. Поэтому я всех поздравляю с этим праздником. Желаю всем здоровья, благополучия, чтобы в этой группе, в новой группе было светло, тепло, уютно. В новых светлых помещениях детям понравилось сразу. В восторге от дополнительных групп остались и родители юных ханьковчан. Эта группа просторная, поболее, чем там, в прошлое. Красиво очень. Я думаю, мой сыночек будет доволен уже, он не вытащишь. В этот же день глава района Роман Синеговский торжественно открыл еще три группы в детском саду номер 35, станице Черноярковской. 55 ребятишек обрели второй дом в обновленных доп.группах. Детский сад наш дорогой, поздравляем всей душой. На открытие новых групп малыши пришли в бурьболь. Строители сделали свою работу добросовестно и качественно. Использовали современные и надежные материалы. Красивые, уютные помещения игровых и спальных комнат, санузлов, новая мебель и игрушки. В такой приятной обстановке будут расти и развиваться малыши. Работа по введению дополнительных мест в садиках продолжается. В ближайшие дни состоится открытие после капитального ремонта корпуса детского сада номер один на 40 мест в Славянске-на-Кубани. Задача районной власти не только открытие новых сооружений социальной значимости, но и поддержание комфортных условий в уже имеющихся. При содействии муниципалитета почти год назад в хуторе Ханьков был открыт офис врача общей практики. Прием здесь ведет приглашенный из Псковской области специалист, врач общей практики со стажем Анна Колесникова. На участке семейного доктора около полутора тысяч жителей района, и каждый приходит со своим недугом именно сюда. У взрослых у стокандроза заболевание сердечно-сосудистой системы, у детей все что угодно. Простуды, обычные осмотры растущих детей, как у них меняется рост, вес, какие-то физические навыки. Несмотря на то, что учреждение здравоохранения работает всего лишь год, люди привыкли к качеству оказываемой помощи и успели оценить работу медицинского персонала. Намного лучше, не надо никуда ездить, все это на дому, все это в хуторе, очень хорошо, медсестра, постоянно у кольчики, так как обычно, не надо нам ехать в Анастасиевскую. Доктор у нас очень хороший, внимательный, если надо, надо домой по первому вызову приезжает. Конечно, изменилось, все очень хорошо, обслуживают, работают. Согласна, аптека, да, всегда лекарства, все есть, и медсестра, все нравится. Роман Сенеговский посетил офис врача общей практики, пообщался с медиками и посетителями. В таком помещении можно работать, не знаю, что в селе правильно ездить. Нет, внутри нет проблем вообще никаких. Анастасиевская, города недалеко, в Рыхлев приехал. Также глава побывал в ООЖ номер 21 хутора Ханьков, проконтролировал, как завершаются работы по установке блочно-модульной котельной на территории школы. В продолжение рабочей поездки Роман Сенеговский посетил школу номер 25 станицы Анастасиевской, где выполнена установка нового оборудования в пищеблоке, и в этом году будет проведена его реконструкция. Большое внимание здесь уделяется качеству продуктов и условиям их хранения. Для каждого вида продовольственных товаров есть специальный холодильник. Продукты поставляются качественные, свежие, и дети в столовой получают полноценные вкусные обеды. Следующий пункт объезда – детская школа искусств в станице Анастасиевской, где недавно завершен капитальный ремонт. Роман Сенеговский проконтролировал качество проведенного ремонта, пообщался с педагогами, ознакомился с планами работы школы, где получают эстетическое образование 260 юных анастасиевцев. Еще одно учреждение было открыто в этот день после капитального ремонта – Борцовский зал спортивной школы в станице Петровской. По инициативе главы района за счет средств муниципального бюджета, старое ветхое помещение превратилось в современную арену для воспитания новых олимпийских чемпионов. Здесь созданы все условия для удобства юных спортсменов – раздевалки, санузел, спортивный зал для борьбы. В день открытия Роман Сенеговский пожелал коллективу школы успешной работы, а спортсменам – побед и личных рекордов. Я считаю, что мы сделали доброе дело совместно. Еще раз говорю всем спасибо. И я уверен, что здесь будут у нас проявляться новые таланты. Но главное, конечно, это поддержка массового спорта, чтобы наши дети были заняты, чтобы они занимались спортом, чтобы они дружились, соревновались, побеждали. Все у нас с вами получится, если мы действительно будем открывать вот такие школы. Всего в ДЮС США Станицы-Петровской воспитываются более 800 юных спортсменов. Среди них победители первенств края – России и Европы. По итогам 2013 года школа стала лучшей ДЮС США в Славянском районе. Воспитанники отделения борьбы обновили спортивный зал и продемонстрировали свои умения собравшимся. Юные спортсмены уверены – в отремонтированном помещении легче будет добиться больших высот. События как праздник, то, что открылась школа спортивная. А насчет побед, не знаю, мне кажется, может что-нибудь измениться в лучшую сторону. В связи с тем, что открылся новый зал, я, наверное, буду улучшать свои, как сказать, результаты. Раньше мы ходили, вон туалет у нас был, а теперь туалет внутри, душ есть. То есть я далеко отсюда живу, мне можно после тренировки покупаться. Условия в зале отличные и в будущем, я думаю, что добьюсь каких-то результатов. Здесь все условия есть. Я рад за тех первоклассников, которые придут и будут заниматься уже, у них будут все условия. И я думаю, что они добьются больших результатов, чем мы. Положительные преобразования в нашем районе продолжатся. Район не стоит на месте, ведь главная задача муниципальной власти – комфорт и качество жизни каждого славянца. Рузана Ефремян, Георгий Галинин, программа «События».